Привет, с вами ArtGlug, меня зовут Лена, и сегодня мы сделаем красивую аксонометрию кухни-гостиной с нуля в ArchiCAD. Программа ArchiCAD имеет большой потенциал и применима как в дизайне, так и в архитектуре. С ее помощью можно быстро разработать рабочую документацию к дизайн-проекту. Сегодня мы рассмотрим частичку альбома чертежей, поясняющую аксонометрию. Такой результат у нас получится по истечении видео. Прежде чем мы начнем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комментариях, интересны ли вам обучающие видео по программе ArchiCAD. Итак, конструировать сегодня мы будем кухню-гостиную из этого проекта сайта Архдейли. Достаточно простой интерьер, поэтому я верю, что у вас все получится быстро и легко. Рассмотрим план. Здесь немного мебели и она расставлена по одной оси. Кухня-гостиная не сложная, но в то же время интересная. Приступим к первичной настройке программы. Открываем ArchiCAD. Нас встречает приветственное окно. Нажимаем кнопку «Создать». В этом окне мы можем выбрать шаблон рабочего пространства. Пока он только один, поэтому нажимаем «Новый». Перед нами открывается рабочее пространство ArchiCAD. Так оно выглядит при первом запуске. Давайте разберем, что здесь есть. Панель инструментов. Конструирование. Проекция. Документирование. Во вкладке «Конструирование» собраны инструменты для создания модели. Стена, колонна, перекрытие. Проекция для того, чтобы посмотреть на модель под другим углом. Разрез, развертка. Во вкладке «Документирование» собраны 2D-элементы. Размер, текст, штриховка и различные виды линий. Информационное табло. Оно отражает настройки выбранного элемента. Сейчас у нас активирован инструмент «Стена». Чтобы просмотреть другие настройки, достаточно прокрутить колесиком мыши. Давайте сбросим стену и возьмем указатель. Это панель с основными инструментами. Нам сегодня понадобятся лишь некоторые из них. Навигатор. Из него нам сегодня понадобится карта видов. Давайте удалим лишние элементы, чтобы заново создать необходимую структуру. Через Shift выделяем все строчки. Нажимаем крестик. Удалить все. Сейчас наш проект никак не назван. Давайте его сохраним. Файл. Сохранить как. Сохраняем индивидуальный проект архикад. Название подтянулось и сюда. Теперь давайте удалим ненужные элементы из рабочего поля. Кликаем здесь. Протягиваем выделительную рамку здесь. И нажимаем Delete. Удалить проекцию. Все равно удалить. Сегодня нам понадобится еще кое-что. Переходим. Окно. Табло команд. 3D визуализация. Также. Окно. Панели. Панель слоев. Все панели интерактивны. И можно настроить рабочее пространство под себя. К примеру, информационное табло можно оставить сверху со всеми его настройками. Либо переместить сюда. Кому как удобней. Чтобы каждый раз не настраивать панели, можно сохранить свой шаблон. На самом деле настроек множество. Они выявляются по опыту. Но сегодня нам хватит этого. Переходим в параметры. Окружающая среда. Окружающая среда. Профили окружающей среды. Новый профиль. Называем. Ок. Нажав на него, можно сделать его по умолчанию. Ок. Сейчас мы находимся во вкладке «Первый этаж». Это план этажа. Вид сверху. Мы можем перейти в 3D-окно. Переключение между этими двумя вкладками осуществляется с помощью клавиш «F2» и «F3». Перспективный вид. Давайте будем сразу запоминать горячие клавиши для упрощения работы. Вкладку «Центр взаимодействия» можно просто закрыть. Не обращая внимания на красный вопросик. Архикад просто потерял фасады, которые мы недавно удалили. Теперь мы готовы к построению квартиры. Итак, у нас есть план. Картинка JPEG. Как нам построить по нему стены? Для начала давайте перенесем картинку в рабочее пространство Архикад. Перетянем ее ближе к началу координат и зададим ей верный масштаб. Сейчас она находится не в масштабе. Снизу приведена масштабная линейка, на нее мы и будем ориентироваться. Чтобы изменить размер картинки, нам понадобится следующая функция. Для начала мы должны выделить картинку, затем перейти в редактор, изменить форму, изменить пропорции, либо же нажать на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl-K, английская. Здесь мы нажимаем ОК, приближаемся к масштабной линейке, нажимаем в точку 0, теперь в точку 3 и 6. Мы видим, что снизу, справа, у нас появилось окно с расстоянием. Теперь, отдалившись, мы можем менять размер картинки. Чтобы передвигаться так же в окне, вам нужно зажать колесико мыши. Чтобы отдаляться и приближаться, крутить колесико мыши. Итак, теперь нам нужно подогнать картинку под размер. С клавиатуры вводим 3600, Enter. Теперь картинка в масштабе. Как мы можем в этом убедиться? Глубина кухонного гарнитура составляет 600 мм, давайте это измерим. Для этого нам понадобится инструмент измерения. Горячая клавиша M, английская. Нажимаем здесь, введем сюда. Размер 604 мм, значит масштаб верный. Поскольку это картинка JPEG, здесь все равно будут какие-то погрешности. Чертежи лучше переводить с формата DWG. Давайте начнем строить наши стены. Сначала нам нужно узнать толщину стены. Для этого мы возьмем уже знакомый инструмент измерения через горячую клавишу M на клавиатуре. И измерим толщину стены. 150 мм примерно. Чтобы сбросить инструмент, достаточно нажать кнопку Escape. Теперь мы возьмем стену. У нее есть несколько настроек, которые нам сейчас будут нужны. Геометрический вариант. Такой вариант подразумевает под собой непрерывное построение стены. Пока точка не будет замкнута. Либо пока не щелкните два раза. Ctrl-Z, чтобы отменить действие. Сейчас нам будет удобен вариант линейный. Для того, чтобы открылась эта панель, нужно зажать левую кнопку мыши. Выбираем линейное. Теперь давайте введем толщину стены. 150 мм. Enter. И начнем построение. Сейчас, введя стену в сторону, мы видим, что она начинает строиться вниз. Для того, чтобы нам перевернуть ее, нам нужно нажать вот эту клавишу. Расположение линии привязки зеркальное отражение. Готово. Теперь стена идет в нужном нам направлении. Снизу под стеной идет синяя пунктирная линия. Она показывает, ровно ли мы ведем стену. Для того, чтобы идти по ней и двигать курсором в рабочем поле, достаточно зажать клавишу Shift, и теперь мы можем привязываться к каким-либо объектам. Сейчас мы с вами построим стену до этой точки. Нажали курсор. Стена построилась. Дальше идет изменение толщины стены. Через клавишу M берем измерение. Измеряем стену. 250 мм. Берем стену. Изменяем ей толщину. 250. Открываемся от Enter и продолжаем от той же точки, где мы и закончили. Давайте будем вводить красивые цифры с клавиатуры. 1100. 15 мм. И проверим эту стену. Сейчас мы можем изменить ей длину, потому что у нас активировался инструмент изменения размеров. Активировать его мы можем, нажав только на крайнюю точку, черную. Давайте изменим ей размер на 5445. Enter. Теперь нам нужно подтянуть эту стену. Здесь мы не используем инструмент изменения размеров. Здесь мы используем инструмент перемещения, чтобы не увеличить нашу стену на 1 мм. Отлично. Измеряем толщину следующей стены. 390 мм. 2 765 мм. Продолжаем стену с такой же толщиной. 7 370 мм. 9 320 мм. Здесь сейчас не сходится конец. Мы не можем построить стену неровно. Поэтому сейчас мы введем стену под углом 90 градусов. У нас образовался такой вот уголочек. Наведя на него мышку и нажав с клавиатуры Ctrl, кликнув мышкой, мы удалим этот кусочек. Теперь стены ровные. Сейчас давайте построим перегородки. Клавиша M с клавиатуры. Измеряем толщину стены. 100 мм. Отлично. Начинаем. 2710. 450. 480. Это вентиляционная шахта, поэтому мы ее просто обведем. 670, 770, 670. Здесь образовалась неправильная стыковка стен. Из-за чего это происходит? Линия привязки здесь и линия привязки здесь не совпадает. Нужно, чтобы эта линия совпадала хотя бы с одной из этих стен. Для того, чтобы это случилось, давайте линию привязки этой стены перевернем и пододвинем ее ровно на толщину стены. Теперь удлиним эту стену и вот эту доведем до линии этих. Готово. Теперь у нас правильное примыкание. Нижнюю тоже нужно довести. Есть еще один способ, как можно взять недавно используемый инструмент. С клавиатуры зажать клавишу Alt и навести на нужный объект. Нажать, и теперь у нас выбрался этот же объект с этими же настройками. Давайте продолжим построение. Через Alt выбираем стену и продолжаем построение здесь. Здесь у нас стена идет снова не в ту сторону, в которую нам нужно. Для этого воспользуемся этой кнопкой. 2600. 740. Здесь, чтобы привязаться к этой стене, нам необходимо зажать клавишу Shift и навести курсор на точку. Готово. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь на плане указана двойная стена, но мы с вами сделаем единую. Здесь дверь заезжает внутрь стены. Давайте измерим ее толщину через кнопку M 220. И проведем мы ее от этой стены и до этой. Можем немножко пододвинуть. Чтобы переместить стену, можно схватиться за ее тело и у вас сразу активируется инструмент перемещения. Либо схватиться за синюю линию и тогда у вас активируется инструмент ставка новой вершины. Нам нужно переключиться на перемещение и перенести с зажатой клавишей Shift. Готово. Стены построены. Теперь давайте построим пол через инструмент перекрытия. У перекрытия также есть несколько вариантов геометрического построения – многоугольник, прямоугольник или повернутый прямоугольник. У нас фигура простая, поэтому воспользуемся прямоугольником. Нажимаем здесь. Нажимаем здесь. Перекрытие построилось. Давайте возьмем указатель и перейдем в 3D. Пускай вас сейчас не пугает кирпичная стена, мы это все настроим. Как осуществляется навигация в 3D окне? Крутя колесико, можно отдаляться и приближаться к объекту. Зажав колесико, можно двигать камеру из стороны в сторону. Зажав при этом Shift, можно включить орбиту и таким образом прокручиваться вокруг модели. Для того, чтобы отключить вот эту сетку, нам нужно зайти в вид, показать конструкторскую сетку и вот эту плоскость тоже можно отключить. Вид, показать плоскость редактирования. Отлично. Теперь давайте узнаем, как изменить высоту стен. На референсе мы можем заметить, что у нас достаточно высоко находится потолок. Сейчас стандартная высота у стен 3 м. Такой мы ее и оставим. Но сейчас я вам покажу, как ее можно изменить, поскольку здесь она заблокирована. Первый вариант. Можно нажать на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl 7. У нас откроется окно настройка этажей. Здесь мы можем поменять ему высоту. Допустим, 3100. Ок. Все стены подтянулись вверх, но настройка также осталась заблокированной. Давайте вернем высоту Ctrl 7, 3000. Второй вариант. Мы можем выделить все стены. Для этого нам нужно перейти в инструмент «Стена» и нажать с клавиатуры Ctrl A. Таким образом у нас выделятся все объекты из инструмента «Стена». Теперь нам нужно перейти в их параметры. Как это можно сделать? Первый способ – нажать правой клавишей мыши по объекту и зайти в параметры выбранной стены, либо же использовать сочетание горячих клавиш Ctrl T, английская. Это сочетание я применяю чаще всего и вам советую. Здесь мы видим, что высота также заблокирована. Чтобы ее разблокировать, нам нужно здесь выбрать настройку не связан. Таким образом мы сможем изменять высоту стен. Допустим, 1000. Здесь в быстром доступе мы можем ее тоже изменять. 3000. Так мы и оставим. Теперь давайте изменим покрытие нашим стенам. Для этого выбираем снова инструмент «Стена», Ctrl A, Ctrl T и в окошке «Модель» активируем вот эти значки. Это покрытие, наружная поверхность, торцы и внутренняя поверхность. Нажав сюда, у нас откроется библиотека материалов. Их достаточно много. Есть удобный поиск, мы вводим «Белила» и назначаем покрытие «Белила титановое». Покрытие заменилось только у наружной поверхности. Чтобы оно заменилось сразу у всех, достаточно нажать кнопку «Связать покрытие». Ок. Чтобы сбросить выборку в 3D-окне, можно нажать «Этскейп». Готово. Наши стены теперь белые. Теперь давайте проделаем то же самое с перекрытием. Выделяем его, заходим Ctrl T, активируем эти значки. Дерево-дуб светлый нам подходит. Теперь свяжем покрытие. Ок. На фотографиях раскладка плитки идет от окна. У нас же она идет не так. Давайте повернем текстуру. Для этого нужно выбрать пол, зайти в документ, визуализация, привязка 3D-текстуры, задать начало. У нас активируется черный прямоугольник, давайте нажмем на текстуру и есть два выбора привязки 3D-текстуры. Определить угол графический щелчком на поверхности, либо определить угол вручную. Допустим, здесь можно нажать 90. Если мы нажмем Ctrl Z и будем определять угол графически, то нам нужно будет всего лишь щелкнуть на текстуре и повести указатель в том направлении, в котором нам нужно. Теперь текстура лежит так, как нам необходимо. Теперь давайте построим двери и окна. Перейдем на план этажа через кнопку F2. Зайдем в инструмент «Дверь», два раза щелкнув на нее. Перед нами открывается окно параметров модели. Можем его немножко увеличить для удобства. Это окно на первый взгляд выглядит сложно. Не пугайтесь, здесь много настроек, и чем чаще вы будете практиковаться в архикад, тем быстрее начнете в них ориентироваться. Давайте рассмотрим необходимые. Здесь редактируется ширина и высота, высота подоконника и четверть к поверхности. Здесь мы можем увидеть вид сверху, вид спереди, в 3D, предпросмотр – это те картинки, которые выкладываются в библиотеке Архикад, и информацию. Чаще всего я пользуюсь видом сверху и 3D. Здесь есть также несколько вкладок. Самые важные из них сейчас – это параметры распашной двери, все настройки, которые мы можем ей задать, и отображение на плане и в разрезе. То есть то, как она будет выглядеть непосредственно на плане и в разрезе, в 2D виде. Давайте поставим однопольную дверь из раздела «Распашные» на план. Перейдем в 3D, чтобы посмотреть. Из такой двери нам нужно сделать такую. Для начала давайте подгоним ее по ширине. Цепляемся за край дверного проема. Всегда, когда мы цепляемся за точку, у нас активируется инструмент перемещения вершины. Нам нужно переключиться на обычное перемещение. Подгоняем ее под картинку. Теперь здесь у нас активировался последний используемый инструмент. Нам нужно обратно переключиться, подогнать сюда и задать размер 700. В 3D перейдем и зададим размер по высоте в этом окошке – 2800. Перейдем в ее настройки через Ctrl-T. Полотно двери выбираем стиль 1, ручку. Выбираем любую. Это дверь санузел, поэтому давайте выберем с замочком. Поскольку это дверь скрытого монтажа, нам необходимо убрать наличники. Мы можем перемещаться по настройкам двери через вот эти стрелочки, либо нажав сюда и увидеть полный перечень ее настроек. Чтобы удалить наличники, нам нужно перейти во вкладку «Дополнительные элементы» и «Наличники» здесь снять галочки снаружи и внутри. Давайте посмотрим, что у нас получается в 3D. При настройке любых объектов я всегда часто переключаюсь между окном параметров и 3D. чтобы увидеть все настройки полностью. Давайте продолжим настройку. Сейчас у нас стена выступает сюда. Давайте это уберем. Ctrl-T. Перейдем во вкладку «Коробка и полотно» и поставим здесь галочку «Толщина коробки равна толщине стены». Отлично. Теперь давайте назначим ей покрытие. Выберем реквизиты модели. Покрытие коробки, полотна и створки. Одинаковое покрытие двери. Ставим галочку. Если бы галочка не стояла, нам бы пришлось в каждом из этих покрытий заново выбирать материал. К примеру, нам сейчас подходит материал «Дерево махагони горизонтальное». Нажав эту галочку, у нас сразу все материалы подгонятся. Отлично. Теперь давайте настроим дверь с карманом, которая заезжает в стену. Для этого перейдем на план. Обязательно снимем выделение с выбранной двери. Если этого не сделать и начать выбирать новую дверь, то изменится выбранная. Поэтому Ctrl-Z обязательно снимаем выделение через Escape и выбираем новую дверь. Сейчас нас интересует вкладка «Раздвижная дверь с карманом». Сразу ее поставим, чтобы она задвигалась внутрь. Здесь мы ставить пока не будем. Перейдем в 3D и начнем детальную настройку. Зададим ей высоту такую же, 2800. Ширину подгоним по картинке. Инструмент перемещения. Стыкуем прямо к этой стене. Немножко заехали, ничего страшного. Мы приближаемся и ставим ровно. И здесь изменяем ее размер. 800. Отлично. Теперь переходим в настройки Ctrl-T. Полотно двери. Стиль 1. Ручка. Фиксированная ручка 5. Теперь мы отключим наличники. Дополнительные элементы. А они и отключены, потому что нам нужна не эта настройка. Вернемся обратно во вкладку «Коробка и полотно». Сейчас у нас дверь стоит с заходом на стену. Здесь же она стоит ровно в стене. Ctrl-T. Коробка и полотно. Отключаем галочку «Коробка двери». Окей. Теперь так, как нам нужно. Только нам нужно задвинуть дверь вглубь стены. Для этого используем глубину четверти и задаем размер, допустим, 100 мм. Теперь выглядит так, как нам нужно. И осталось заменить покрытие. Выбираем дверь. Ctrl-T. Реквизиты модели. Ставим галочку. И выбираем наше дерево махагоне горизонтальное. Окей. У дверей есть интересная функция. Их можно открывать. Прямо в 3D. Закрыть обратно можно также, либо ввести с клавиатуры значение 0. То положение, в котором она закрыта. В данном случае используется линейный размер. А если дверь будет распашная, то это будут градусы. Главное — ухватиться за розовую точку. Сейчас она не хочет плавно открываться. Вот, теперь хочет. Мы можем с клавиатурой задать ей, опять же, любое значение. Допустим, 68. И она откроется на этот градус. Ctrl-Z, чтобы вернуть в исходное положение. И давайте скопируем эту дверь сюда. Как мы можем это сделать? Через знакомую клавишу Alt. Нажимаем Alt. Ловим дверь. Именно, чтобы у нас выделилась дверь. Наводим на стену. И ставим. Подтягиваем ее сюда же, через инструмент перемещения обязательно. Готово. Теперь у нас есть две одинаковые двери. Время поставить окна. Инструмент окно находится здесь. Два раза щелкнув на него, у нас открывается библиотека из различных окон. Есть витрины, исторические. Нам нужны основные. Двустворчатое окно. Окей. Сразу поставим его. Солнышком ориентируя наружу. Выбираем, в какую сторону будет открываться окно. Сейчас не принципиально. Перейдем в 3D для детальной настройки. Подгоним окно сначала по ширине. Сейчас нам не видно, в каком месте располагается окно. Для этого давайте выберем картинку. Нажмем, чтобы ее переместить. И переместим вверх с нажатой клавишей Ctrl. Внизу от указателя у нас появится плюсик. Это значит, что объект дублируется. Отлично. Escape. Ухватимся за крайнюю точку. И начнем перемещение. Привязываемся к одной точке, а другую подгоняем через перемещение вершины. 1200. Окей. Здесь мы можем заметить, что окно расположено несколько ниже, чем стандартные окна. И у него есть фрамуга. Можем сразу же в 3D сделать эти настройки. Для этого привязка по низу, то есть подоконник, мы сделаем 750. Высоту здесь давайте поставим 1800. Ctrl-T. И добавим этому окну фрамугу. Во вкладке «Форма» добавляем фрамугу вверху и импосты фрамуги. Окей. Отлично. Теперь добавим ручки. Ручка. Оконная ручка. Можете выбрать любую понравившуюся. Если приблизимся, предварительно сбросив выделение, заметим, что ручки у нас расположены как-то не так. Это значит, что мы не совсем правильно расположили окно на стене. Для того, чтобы сделать это правильно, нам нужно лишь его зеркально отразить. Все. Теперь выглядит нормально. Сейчас давайте настроим ему покрытие. Это делается так же, как и у дверей. Находим вкладку «Реквизиты модели». Ставим галочку и выбираем «Белила». Enter, Enter. Отлично. Теперь давайте поставим балконный блок. Здесь есть дверь и створка. И так же фрамуга. Переходим на вид сверху. Сбрасываем выделение через Escape. Переходим в инструмент «Окно». И в поиске вводим балконный блок. Нам нужен на одну створку. Сразу поставим. Посмотрим в 3D. Улетел. Поставим ему привязка по низу. Ноль. Давайте сразу проверим на момент ручек. Сейчас она стоит неправильно. Подключим ему ручки. Проверим. Ручки улетели вообще сюда. Поэтому ставим зеркально. Проблема не решилась. И это произошло потому, что мы солнышко ориентировали внутрь квартиры. Давайте его отодвинем. Возьмем через Alt. И поставим новый. Этот можем удалить. Готово. Теперь выглядит правильно. Подгоним сразу по ширине. 1500. Высоту подгоним по высоте окна. Для этого нужно использовать настройку изменения размеров по вертикали. Здесь Shift зажимать не нужно, поскольку здесь только один вектор направления. Привязываемся к точке окна. Отлично. Заходим в настройки Ctrl-T. Перейдем в общие параметры. И отключим отлив окна. И оконную доску. В следующей вкладке нам нужно отключить высоту подоконника. Для этого мы ставим 0. Enter. Теперь у нас появился такой полигон, который ни туда, ни сюда. С этим мы сделать ничего не можем, поскольку архикад считает, что подоконник здесь все же есть. И какой бы размер мы ему не задавали, он все равно будет показывать этот полигон. Для того, чтобы он не мозолил нам глаза, мы можем передвинуть балконный блок на миллиметр вниз. Для этого хватаемся за любую его точку. Выбираем настройку смещения по вертикали. Тянем вниз на 1 миллиметр. Давайте уберем оконную ручку с этой створки. Ctrl-T. Переходим во вкладку «Форма и проем». И тип первой створки меняем на фиксированное остекление. Теперь изменим покрытие. Реквизиты модели. Ставим галочку. Выставляем материал. Белила. Ок. Теперь нам нужно вывести в соответствие высоту фрамук. Здесь она находится недостаточно высоко. Давайте это поправим. Ctrl-T. Переходим во вкладку «Форма». И высоту вот этой створки задаем 1300. Теперь эту нам нужно подогнать под эту. Для этого можно в 3D найти розовую точку, ухватиться за нее. И по вертикали привязаться ко второй розовой точке. Как нам ее найти? У нас появится на указателе такой карандашик черный. Значит, все привязалось верно. Теперь нам осталось продублировать такое же окно в спальню. Для этого переходим на 2D вид. Цепляем это окно. С помощью кнопки «Перемещение» тащим сюда, привязываем к этой точке. А второй точкой привязываемся к чернии окна 1400. Мы забыли скопировать, поэтому у нас улетело окно отсюда сюда. Не беда. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Хватаемся за эту точку. Перемещение. Нажимаем клавишу Ctrl. Привязываемся. И изменяем ширину окна. 1400. Готово. Мы построили стены, двери и окна. Переходим к мебели. Начнем со шкафов в кухне. Мы видим, что здесь у нас стоит 3 шкафа, разделенные на 3 секции. Перейдем на план. Теперь мы можем удалить дублирующую картинку через кнопку «Делейт». Шкафы расположены в этой зоне. Давайте познакомимся с еще одним инструментом. Называется он «Объект». Выглядит как стульчик. Два раза нажмем на него, и перед нами откроется библиотека «Архикад», где есть различные модели. Мебелировка, окна, конструкции, механизмы, 2D-элементы, визуализации. Нам сейчас нужна вкладка «Мебелировка». Мебель кухонная. Здесь мы можем найти напольный шкаф прямой. Также в этой библиотеке можно ориентироваться через поиск «Сверху». Он выдаст все результаты по заданному слову. Давайте поставим сразу этот шкаф на план. Возьмем указатель. Вот эта линия отображает фасады шкафа. Значит, нам нужно перевернуть его. Инструмент «Поворот» сейчас мы с вами рассмотрим. Выглядит он вот так. Хватаемся за любую точку вообще, где вам удобно. Мне удобнее схватиться здесь. Тянем линию в одну сторону, нажимаем и поворачиваем в ту сторону, в которую нам необходимо. Отлично. Теперь давайте переместим его к этому углу и зададим ему глубину по глубине этой стены. Изменять размер объекта мы можем, ухватившись за эту точку. Но если мы приблизимся, то увидим, что фасады выступают за стену. Как нам это исправить? Переходим в настройки через Ctrl-T и во вкладке «Номинальные размеры» ставим галочку на корпус. Окей. Мы видим, что розовая точка переместилась, и теперь мы можем ее редактировать. Супер. Давайте посмотрим, что выходит в 3D. Шкафы у нас стоят на основании и не доходят до потолка. Шкафы находятся в нише. Итак, сейчас мы с вами уберем вот это основание. Поскольку если мы будем делать 3 объекта, то основание у нас будет разделяться вертикальными линиями. Нам же нужно, чтобы основание было единой плоскостью. Ищем вкладку «Основание» и снимаем галочку. Отлично. Теперь давайте поднимем этот шкаф на 100 мм вверх. Это можно сделать в этой вкладке. «Низ от пола» задать 100 мм. Теперь давайте сделаем нишу, создав вот здесь перекрытие. Переходим на план. Снимаем выделение. Берем перекрытие и проводим отсюда до сюда. Перекрытие построилось по умолчанию внизу. Давайте его перетянем вверх через инструмент перемещения по пунктирной синей линии. И зададим ему высоту 400 мм. И изменим покрытие. Активируем значки. Берем материал белила. Связываем поверхности. Готово. Теперь подтянем на высоту нашего шкафа до перекрытия. Через инструмент изменения высоты привязываемся к этой точке. Отлично. Теперь сделаем этому шкафу три секции. Ctrl-T. Переходим в вкладку «Геометрия сегмента» и количество сегментов ставим 3. Здесь мы можем задать высоту этим сегментам. Давайте поставим 1000 и 1000. Давайте поставим 900 и 900. Теперь зададим материал, 3D-отображение, покрытие. И здесь нам нужно уже у каждой строчки заменить материал. Выбиваем в поисковике необходимый материал. Ручку оставляем встали. Здесь были настройки только корпуса и каркаса. Панели нам нужно изменять во вкладке «Сегмент 1», «Сегмент 2», «Сегмент 3». Сейчас мы видим, что текстура повернулась не так, как нам нужно. Поэтому нам нужно изменить все материалы на другую текстуру. Мы использовали горизонтальное, теперь нам нужно вертикальное. Отлично. Теперь изменим ручки. Переходим во вкладку «Ручки». Здесь можем выбрать тип ручки. Давайте выберем D-образную. Материал применим «Антрацит», поскольку на фотографиях у нас ручки черные. Теперь нам нужно в этой вкладке отредактировать ориентацию ручки в каждом сегменте. Сегмент 1 всегда нижний. Здесь мы можем включить 3D-отображение, чтобы видеть сразу все настройки. Ручки здесь не сильно заметны, поэтому мы будем, скорее всего, переключаться в 3D. Сегмент 1 — это нижний. Давайте поставим по горизонтали и вертикально 0, 0, чтобы понять, где у нас привязка открывания шкафа. Она здесь. Соответственно, нам нужно поднять сюда и сюда. Вертикально это будет. Давайте поставим 600. Горизонтально 100. Недостаточно высоко. Поэтому берем 700 и 750. И по вертикали сместим еще сюда. По горизонтали точнее. Отлично. Теперь сделаем то же самое с верхними сегментами. Сегмент 2. Вертикально берем 50. По горизонтали — 150. Мы можем ухватиться за розовую точку и подогнать в 3D. Если появился синий кружочек, значит, мы привязались к необходимой нам точке. Или не совсем. А вот. Появился черный карандашик, теперь мы точно привязались к нужной точке. По высоте давайте отрегулируем здесь. На 150. Вот так. Теперь третий сегмент. Сегмент. Вертикально — 150. По горизонтали — 50. Супер. Теперь давайте отобразим этот шкаф, чтобы ручки встали сюда. Для этого перейдем на план. Выберем шкаф. Ухватимся за черную точку. Используем инструмент зеркальное отражение. Наведем карандашик на черную точку. Протянем линию вверх. Теперь мы видим, что ручки отобразились правильно. Давайте скопируем этот шкаф в сторону. И сюда. По фотографии вот эта секция у нас меньше всех. Поэтому давайте ее уменьшим. Ручки снова перевернулись. Архикад иногда выдает такие фокусы. Поэтому просто переворачиваем обратно. Отлично. Эту секцию нам нужно также отзеркалить. А здесь исправить секции и добавить духовку и микроволновку. Для этого перейдем в настройки. В геометрии сегмента сделаем количество сегментов 4. По высоте будем подгонять в 3D. Сейчас нам нужно в следующей вкладке детали сегмента отключить галочку одинаковые функции и сегмент 2 сделать открытым. Ок. Сегмент 2 сделался открытым. Верхний добавился с первоначальными настройками. Давайте сразу ему добавим покрытие. И будем задавать высоты. Поставим пока примерно так. И в 2D поставим сюда микроволновку. Переходим в объект. Здесь при поиске слова «шкаф» выскакивает сразу встроенный духовой шкаф. Здесь есть настройка, чтобы сразу он был с микроволновкой. СВЧ и духовой шкаф. Ок. Ставим. Переворачиваем. С помощью инструмента «Поворот». И стыкуем в шкаф. Теперь нужно отредактировать это по высоте. Давайте зададим нижний сегмент этого шкафа по высоте 350. Теперь расстояние от пола до духовки. В этой настройке зададим 450, поскольку здесь у нас 100 цоколь, 350 на шкаф. Теперь высоту этого сегмента подгоним до микроволновки. Здесь найдем розовую точку и привяжемся к этой высоте. Отлично. Теперь отредактируем ручки. Найдем в 3D розовую точку, зажмем Shift, чтобы передвигаться по синей линии и будем искать черный карандашик. Привязались. Теперь зададим ему параметр по горизонтали. Вкладка ручки. Горизонтали. 50. Мы отредактировали не в том сегменте, но все равно здесь ручка тоже должна стоять на этом месте. Поэтому перейдем в сегмент 4. И здесь поставим 50. Отлично. Эту ручку мы пододвинем немножко ниже. Давайте на 150. Сейчас мы ввели значение по оси Х, которое было 50. Чтобы ввести по Y, нам нужно на клавиатуре зажать клавишу стрелку вниз и ввести 150. Enter. Осталось отредактировать только нижний сегмент. Розовая точка. Передвигаем по желтой линии по оси Х. Привязываемся. Это мы удаляем. Там нет ручки. Осталось отредактировать первый сегмент. Переходим в его настройки. Нам нужно убрать у него ручку. Если мы в сегменте 1 уберем ручку, то они уберутся сразу во всех. Поэтому Ctrl-Z, Ctrl-T. Перейдем в настройки детали сегмента. И в сегменте 1 мы поставим не дверь, а панель. Поскольку у панели нет открывания. Теперь все выглядит верно. Теперь давайте поставим основание. Скопируем наше перекрытие вниз через Ctrl. Привязываемся к нижней точке. Создаем высоту. Здесь 100 мм. Подбираем значение. Теперь нам нужно немножко задвинуть основание туда. Мы хватаемся за ребро. Можно это сделать как в 3D, так и в 2D. В 3D это делается следующим образом. Выбираем инструмент смещения ребра. И уводим вглубь, давайте на 40 мм. Отлично, у нас получилось основание. Также можно заметить, что шкафы у нас выступают на 2 см от стены. Давайте это тоже сделаем. Перейдем в 2D вид. Выделим все шкафы. Как это сделать быстро? С клавиатурой можно нажать пробел, затем взять выделительную рамку и выделить нужную область. Теперь нам нужно перенести их на 20 мм вперед. А эти расстояния можно подогнать вот так. Ручки у нас снова сместились. Поэтому берем и отзеркаливаем этот шкаф. И вот этот. Отлично. Чтобы зеленый цвет вас не смущал, мы можем сейчас заменить все перья разом. Обычно каждый объект имеет свой цвет. Инструмент объект это зеленый, инструмент дверь это оранжевый. Чтобы изменить цвета, нам нужно нажать сейчас рядом с этим карандашиком на вкладку и выбрать серый. Он выглядит презентабельнее. Давайте его оставим. Детально эту вкладку мы сейчас разбирать не будем. Перейдем на план этажа и начнем ставить кухонный гарнитур. Переходим в объект. Нам нужна секция. Секция прямая. Давайте сразу в вкладке «Номинальные размеры» поставим ему размер по столешнице, чтобы он считал габаритный размер по вот этой части. Поставим. Перевернем. Давайте поставим сразу сюда. Перейдем в 3D. Посмотрим, как объект выглядит изначально. На фотографии у нас есть 4 блока. Давайте их создадим. Отредактируем первый. Пойдем по настройкам. Количество сегментов. Нам нужен один. Тип сегмента мы можем поставить. Дверь. Столешница. Нужна. Мойка. Не нужна. Фартук. Нужен. Парочная панель. Нужна. Ручки и основания тоже нужны. В этой вкладке собраны все компоненты, которые могут встраиваться в кухонный модуль. Мы можем быстро перейти к каждому из них, нажав на значок рядом со строчкой. К примеру, давайте отредактируем варочную панель. Нажимаем сюда. Сразу попадаем на нужную нам вкладку. Выбираем индукцию. Выберем стиль. Выберем стиль. Давайте стиль 2. И отредактируем сразу покрытие. Переходим в вкладку 3D-отображение. Корпус остается белила. Столешница. Белила. Фартук. Также белила. Основание белила. Конструкция белила. Ручка. Андроцит. Черная. Варочная панель. Нам нужна белая. Кольцо варочной панели. Можем оставить красное. Можем изменить на любой другой цвет. Сегмент 1. Наше дерево. Отлично. Теперь давайте отредактируем панель по ширине. Переходим в 2D-вид. У панели есть несколько точек, за которые мы можем хвататься. К примеру, вот эта точка позволяет нам перемещать модель. К примеру, эта точка позволяет нам перемещать модель. Эта точка — поворачивать модель. Крайние точки позволяют изменять ее ширину. Давайте сделаем минимальную. Отлично. Перейдем в 3D. Немножко отодвинем от фартука. Для этого возьмемся за эту точку, выберем инструмент перемещения вершины и пододвинем сюда. Увеличим фартук. Фартук — это вот этот треугольничек здесь. Ctrl-T. Переходим во вкладки и ищем слово «фартук». Отлично. Вот он. Выбираем профиль «прямоугольник». И делаем его в высоту. Давайте 300 мм. Супер. Теперь отредактируем ручку. Ищем ручку. Ставим D-образную. Покрытие верное. Можем развернуть модель в превью. Видимо, она находится здесь. Ориентацию ручки поставим вертикально, чтобы она повернулась параллельно этой поверхности. По горизонтали поставим. 550. По вертикали. 150. Не угадали. Поэтому берем инструмент перемещения вершины и двигаем сюда. Теперь мы можем подогнать здесь под необходимые нам размеры. Ровные. Теперь давайте сделаем опуск столешницы на боковой фасад. Для этого перейдем в настройки и найдем вкладку «Боковая панель». Поставим галочку. Посмотрим, где она активировалась. Да, она активировалась с нужной нам стороны. Теперь начнем ее настройку. Толщину мы зададим такую же, как и у столешницы. Толщину столешницы мы можем узнать во вкладке «Столешница». 35 мм. Поэтому во вкладке «Боковая панель» толщину панели слева мы ставим 35. Отлично. Ручка у нас сместилась. Ничего, мы ее поправим. Сейчас у нас стыковка столешницы происходит не так, как нам нужно. Давайте отредактируем. Столешницу мы задвинем внутрь, чтобы перепад между фасадом и столешницей был 5 мм. Теперь нам нужно пододвинуть эту панель к столешнице. Это мы можем сделать, введя в какой-то из этих настроек какую-то цифру. И сейчас мы будем ее с вами искать. Давайте попробуем эту. Поставим 10 мм. Да, это та настройка, которая нам нужна. Осталось выявить размер. 25 мм подходит. Теперь у нас есть столешница, которая переходит в боковой фасад. Давайте пододвинем ручку немножко в сторону. 550. Много. Давайте поставим 520. Супер. Также нам нужно вот эту панель опустить до основания. Мы можем это сделать сразу в 3D. Нет, не можем. Переходим в настройки. Настройки боковой панели. И видим превьюшку, что панель у нас смещается вниз. Здесь ставим на 100 мм. Отлично. Теперь давайте скопируем этот модуль сюда. Поскольку здесь у нас находятся одинаковые модули. Цепляемся за любую точку. Инструмент перемещения. Через Ctrl. Приводим ее сюда и отзеркаливаем. Перемещаем. Перейдем в 3D. И изменим варочную панель на мойку. Для этого переходим в компоненты. Снимаем галочку с варочной панели. Ставим галочку «Мойка» и также смеситель. Через быстрые клавиши переходим к майке. Стиль нас устраивает. Зададим ей материал такой же, как и у столешницы. Белила. Выберем настройку под столешницей. Перейдем в 3D. Посмотрим, что у нас получается. Теперь нам нужно пододвинуть эти грани к этой грани. Сейчас плохо видно, что здесь происходит. Мы можем изменить окраску модели, к примеру, на детализированную окраску с тенями. Теперь будет более понятно. Давайте пододвинем. Переходим в настройки. Выступ столешницы. Начинаем подбирать размеры. К примеру, 50 и здесь 50. Enter. Почти угадали. Угадали с боковыми. Нужно угадать теперь с этой. 100. Отлично. Угадали. Только сейчас у нас раковина выглядит очень маленькой. Давайте зададим ей другие размеры. Размер раковины считается не по внутреннему ее контуру, а по наружнему. Поэтому нам нужно взять запасы. Давайте возьмем 550 на 500. Окей. Отлично. Остальные грани у нас подогнались. Выглядит хорошо. Единственное, я бы ее переместила еще сюда. Давайте все-таки сделаем ее квадратную на 550 и пододвинем через план. Ухватаемся за вот эту точку. У модели раковины также есть несколько точек, за которые мы можем перемещаться. Сейчас мы схватились за смеситель. Чтобы перетащить раковину, нужно ухватиться за эту точку и начать перемещение. Вот так. Эта точка ведет к повороту раковины. Эта точка ведет к повороту смесителя. Перейдем в 3D. Все отлично. Теперь давайте построим этот модуль. Скопируем вот этот. Удалим боковую панель. Добавим еще один сегмент. Уберем раковину. И поменяем месторасположение ручки. Удобнее это делать с планом. Через CTRL. Перейдем сразу в 3D. Выберем модуль. CTRL-T. И начнем изменять настройки. Смеситель не нужен, мойка не нужна. Боковую панель отключим. В геометрии сегмента сделаем количество сегментов 2. Высоту нижнего сегмента давайте поставим 150 мм. И изменим сразу покрытие. Покрытие нам нужно изменить только у сегментов. Отлично. Теперь зададим функцию нижнего ящика. Панель. Детали сегмента. Тип сегмента 1. Сегмент 1. Тип сегмента. Панель. Так произошло, потому что мы не сняли галочку одинаковой функции. Когда мы ее снимем, раскроем этот сегмент, у нас будут разные функции у этих ящиков. Здесь поставим дверь. Теперь изменим месторасположение этой ручки. Она находится посередине и ближе к верхней стороне. Также можем подогнать в 3D. и ввести ровную цифру с клавиатурой. Отлично. Осталось сделать последний сегмент. Копируем. Подгоняем сюда. Подгоняем сюда. И исправляем. И здесь нам нужно 3 сегмента покрытие. Изменяем покрытие третьему сегменту. Верхний сегмент самый маленький. Нижний самый большой. В настройках мы это укажем. По высоте. И подредактируем ручки. Для начала нам нужно выставить тип сегмента у всех ящик. и ручки. Чтобы не гадать, можно сразу в 3D поместить ее на примерное место. Продолжение следует. 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 Теперь все так, как на картинке. Давайте добавим верхний сегмент с вытяжкой. Снимаем выделение, переходим в объект и начинаем искать шкаф. Навесной, прямой. Окей. Выносим его в рабочее поле, поворачиваем. Стыкуем сюда. Размер как раз 600 мм. Теперь давайте поставим вытяжку. Вводим в поиски вытяжка. Выбираем любую понравившуюся. Нам подходит вот эта. Повернем. Стыкуем с одной стороны. И подгоняем с другой. Минимальный размер вытяжки 600 на 410. Меньше он просто не дает сделать. Поэтому мы подгоним под нее шкаф. Сначала мы передвинем вот этот элемент. Нам нужно отключить галочку крепления к стене. Окей. Теперь давайте переместим ее по слоям ниже. Для этого правой кнопкой мыши выберем порядок отображения переместить назад. Теперь у нас шкаф выше, чем вытяжка. И подгоним его размер. Ctrl T. Выберем номинальный размер, чтобы он считал по корпусу. И его размер выберем. 400. 10 мм. Супер. Теперь подгоним по высоте. Нам нужно поставить самую минимальную. Насколько я помню, это 651. Да, ниже он сделать не дает. Поэтому будем отталкиваться от высоты шкафа. Сделаем его 650. И поднимем, чтобы он был выше вытяжки. Теперь уберем ручку. Ручки. Отключим галочку. И изменим покрытие вытяжки на сталь. И здесь вкладок значительно меньше. Отображение и покрытие. Выбираем покрытие. Сталь. 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 Отлично. Мы построили с вами кухню. Теперь нам осталось совсем немного. Перейдем к обеденной зоне. В инструменте объект выберем стол. И начнем подбирать нужный. Сейчас нам подойдет стол круглый 0,1,27. Давайте сразу его поставим. Подгоним по размеру. На 900. На 800. В 3D, чтобы видеть сразу все изменения. Настройки. Царгу отключаем. Ножки. Нам нужна одна ножка. Берем круглую. Количество ставим 1. Толщину давайте возьмем 300 мм. Много. 250. 200. Толщина царги 0, ширина 0, толщина столешницы 25, пускай так остается. Сейчас мы видим, что у нас нижний элемент очень ломанный. На круг не походит. Давайте это исправим. Переходим во вкладку отображения. Минимальное пространство. 3D отображение. Разрешение ставим. К примеру, 30. Отлично. Изменим покрытие. Столешница. Нам нужна мраморная. Ножки. Можем поставить антрацит. Супер. Теперь давайте поставим стулья. Снимаем выделение. Переходим в объект. Пишем поисковый запрос стул. И ищем подходящий. Нам подходит вот этот. Давайте выберем стиль 2. Ок. Ставим пока что один сюда. Стулья выглядят по покрытиям так. Давайте сделаем каркас. Орех. Обивка. Кожа. Супер. Теперь скопируем. Через Ctrl. Копируем. Через зеркальное отображение. Поворачиваем. Отлично. Теперь займемся диванной группой. Переходим на первый этаж. Начинаем искать диван. Диван у нас разделен на три секции. Имеет подушки. И стоит на ножках. Нам подходит диван 0227. Давайте его поставим и будем редактировать. Во-первых, нам нужно увеличить количество сегментов. Три. Давайте сразу перейдем в покрытие. Обивка. Сделаем краску светло-серая. Корпус такой же. Ножки. Орех. Как у стульев. Каретную стяжку мы сделать, к сожалению, в архикаде не сможем. Давайте подгоним его по размерам. Толщина подушки оставим 70. Наклон. Давайте сделаем 60. Побольше. Подлокотники сделаем пониже. На 100. Подлокотник с одной стороны. Подлокотник с другой стороны. Высоту 550. И общую высоту дивана. Спинку. Сделаем 750. Enter. Супер. Теперь давайте сделаем такое же кресло, которое стоит здесь. Но для начала подгоним по размерам. 2000 на 850. Теперь кресло. В поиске вбиваем кресло. Нам подходит кресло-кровать 0227. Поставим его на план. Подгоним по размерам. 800 на 800. Эти две модели из одной коллекции поэтому настройки у них будут одинаковые. Уклон 60. Подлокотники 100 на 550. 550 на 100. И спинка 750. Что-то мы ввели неправильно. У нас получился какой-то арт-объект. Подлокотники 150. Все. Супер. Теперь изменим покрытие на светло-серую краску. Ножки цвета ореха. Такое же кресло у нас стоит в коридоре. Давайте его скопируем. Ctrl. Перетаскиваем. И поворачиваем. Теперь же журнальный столик. Сейчас нам нужен стол прямоугольный. И мы его настроим. Цирку убираем. Ножки делаем сплошными. Свес ставим 0. Подгоним по размерам. Давайте в 3D посмотрим, где у нас расположены ножки. Нам нужно повернуть стол. 800 на 600. Высоту давайте поставим 400. Ширину ножек поставим 600. Изменим покрытие на антрацит. Супер. Итак, нам осталось сделать только картину. Давайте найдем ее в библиотеке архикад. Картина. Раму сделаем простой. Окей. Поставим. Для этого повернем. Поставим пока что примерно сюда. По высоте примерно сюда. Ctrl-T. Ширину рамы и толщину давайте сделаем одинаковыми. Нет отмена. Ширина. Толщина. Давайте сделаем толщину рамы. 10. Чтобы она не выпирала за картину. По размерам подгоним ее давайте на 800. ширину и высоту. Маловато. Давайте 1200. Теперь много. Давайте остановимся на 1000. теперь нам нужно заменить фотографию в картине. Для этого давайте сначала найдем то изображение, на которое будем изменять. Давайте найдем в интернете текстуру ткани. давайте возьмем такую. Сохраним ее. Теперь загрузим ее в архикад. Для этого перейдем по пути файл библиотека и объекты менеджер библиотек. вложенная библиотека. Нажмем на стульчик. Мы не видим, чтобы картинка появилась у нас на рабочем столе. Потому что она загрузилась в формате веб. Поэтому давайте откроем ее в новом окне и сделаем скриншот. Перейдем обратно в менеджер библиотек. Мы можем ее загрузить. Можем переименовать. Назвать ее ткань. Окей. Теперь заходим в настройки картины. Ставим галочку специальное изображение. И здесь выбираем только что загруженную картинку. Супер. Давайте сделаем рамку чуть-чуть поуже. 20. Отлично. Поздравляю. Мы с вами создали кухню-гостиную из этого проекта. Теперь давайте перейдем к созданию аксонометрии. Первым делом давайте сделаем вид не перспективным, а аксонометрическим. Для этого нам понадобится вкладка, которую мы добавляли в начале урока. изменяем на аксонометрию. Передвигаться мы можем все так же теми же инструментами. Нам теперь нужно найти вид, точку и ракурс, который нас будет устраивать. Сейчас нам практически не видно нашу кухню-гостиную. Давайте воспользуемся инструментом 3D-сечения. Выглядит он так. Мы его нажимаем, у нас активируются ножницы. Нажимаем на стрелочку создать специальную плоскость сечения. Делаем ее параллельной любой стене. Нажимаем, активируются синие поверхности. Тянем до того промежутка, до которого нам необходимо. К примеру, так. Нажимаем и нужно найти в окне плавающее окошко и нажать завершить. Супер. Эту стену мы можем также подрезать. Можем применить другой вариант. Нажать на нее правой кнопкой мыши и выбрать клавишу скрыть выборку. Супер. Сейчас нам такой вариант не совсем подходит, поскольку здесь отсекаемые плоскости имеют цвет покрытия черный, а здесь кирпич. Поэтому давайте сделаем все единообразным. Сначала нам нужно отключить галочку показать плоскости сечений. Теперь в свободном пространстве правой клавишей мыши нажать показать все. Либо сочетание горячих клавиш Shift-F5. Теперь снова создадим специальную плоскость течения и подрежем вот так. Нажмем завершить. Супер. У нас почти все готово. Теперь нам нужно настроить тени. Для этого мы перейдем в параметры 3D-проекции. чтобы у нас не моргали синие плоскости мы можем нажать и снять галочку показать плоскости сечений. Теперь они не будут маячить у нас перед глазами. Заходим обратно в параметры 3D-проекции. Здесь мы можем настроить солнце. Это наш объект, это камера, это солнце. Его можно передвигать. Окей. Тени у нас ушли туда. Не совсем правильно. Давайте сделаем как-нибудь так. И еще чуть-чуть. Вот так. Супер. Теперь давайте сохраним этот вид, чтобы он был в хорошем качестве. Правой кнопкой мыши нажимаем новый 3D-документ на основе 3D-окна. Вводим имя кухня-гостиная ЧБ. Создать. Давайте создадим еще один точно такой же вид. Новый 3D-документ. Кухня-гостиная. Цвет. Как нам найти эти виды? Мы переходим в карту проекта и здесь во вкладке 3D-документы у нас есть кухня-гостиная ЧБ, кухня-гостиная цвет. Давайте настроим ЧБ. Нужно два раза перейти. Шрифт активируется жирным, значит мы находимся на этом виде. Через правую клавишу мыши заходим в вкладку параметры 3D-документа, раскрываем отображение модели. Мы можем настроить отображение элементов сечения и видимых элементов. Давайте элементы сечения мы поставим единое покрытие. Ок. Супер. Видимые элементы поставим покрытие цветная штриховка и поставим им единое перо видимых частиц, чтобы контур у всех элементов был единый. Супер. Мы сейчас находимся в 3D-документе, который мы называли черно-белым, поэтому нам нужно изменить видимые элементы на единое перо цветная штриховка без затенения. Отлично. Мы видим, что мы настраивали тени, но здесь их нет. Давайте их включим. Параметры документа мотаем самый низ, активируем галочку тени. Сейчас их также не видно, потому что нам нужно продолжить настройку. Сделать перо фона штриховки. Давайте поставим черный. Сейчас тени слишком темные. давайте их убавим. К примеру, поставим любой серый. Отлично. Если вам мешает сетка сзади, ее можно отключить вид и снять калочку показать конструкторскую сетку. Теперь у нас готова черно-белая аксонометрия кухни. Давайте ее сохраним в карту видов. Для этого переходим в эту вкладку, нажимаем сохранить текущий вид, здесь составляем все как есть, нажимаем создать. Итак, мы сохранили наш 3D-документ. Он готов к выгрузке на макеты. Давайте теперь сохраним цветную аксонометрию. Перейдем на второй наш созданный 3D-документ и начнем его настройку. Покрытие оставляем цветным, ставим тень, окей. Отключим сетку. Контур можно оставить белым, либо же заменить на другой цвет. Единое пюро видимых частиц, поставим черный. Теперь сохраним в карте видов. Создать. Почти готово. Теперь давайте перейдем на черно-белый вариант и добавим здесь контур. Параметры документа использовать единое пюро сечения. Убираем самый последний цвет. Теперь готово. Мы с вами получили итоговый вид кухни-гостиной в цветном варианте, который можно презентовать заказчикам, и в черно-белом варианте, на котором можно подчеркаться в формате эскиза. Поздравляю! Сегодня мы изучили основные инструменты конструирования в Архикад. Стена, перекрытие, окно, дверь и объект. И инструменты по настройке ксенометрии в 3D-окне. Это первый шаг в изучении такой объемной программы, как Архикад. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы в своей деятельности с программой Архикад. Новичок вы в ней или профессионал? И не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok